Торжественное мероприятие по случаю вручения юбилейных медалей 75-летия освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков накануне состоялось в администрации Московского района города Бреста. Героями праздничного мероприятия стали все те, кто патриотизм и мужество, выносливость и стойкость, добросовестность и героизм продемонстрировал в страшных сражениях. Благодаря этим людям мы сегодня можем спокойно жить, работать, воспитывать детей. И как правильно сказал наш президент, что наша история началась за тысячу лет, а могла бы закончиться в 40-е годы прошлого века, если бы не героизм советского народа. В течение года решением администрации за каждым ветераном закреплены как наши работники, так и предприятия нашего района, которые оказывают и материальную помощь при необходимости. И в течение года мы не только к таким знаковым датам посещаем, но в течение года работаем с этой категорией наших ветеранов. И они делятся своим опытом жизненным и знаниями с нашей молодежью, воспитываем патриотические чувства у наших молодых людей. В числе получивших награду Владимир Маркович Чумакевич. В свои 92 он помнит все до малейших деталей, что происходило в те по-настоящему жуткие 4 года. Эмоционально и искренне рассказывает о своей активной деятельности уже в 15 лет. Он передавал партизанам оружие и медикаменты, а также расклеивал листовки. Все говорят, что в Белоруссии каждый третий погиб, а в нашей семье каждый второй. У нас, родителей, у отца было 4 сына. Я последний, самый младший. И все три расстреляны за связь с партизанами. Я остался живой, потому что вроде-то мне 15 лет было в 43-м году. Мело заметен, но приносил очень много сведений о планах гитлеровцев. Куда они едут, зачем едут, в какое-то время, по какой дороге. Леонид Ильич Творогов – еще один герой, которому в торжественной обстановке вручили медаль. Ему, как и многим его сверстникам, пришлось забыть о планах и мечтах. Взять в руки оружие и защищать родину от врага. Сердце до сих пор бьется учащенно, когда перед глазами всплывают трагические события 40-х. С 9 лет возил раненых, которые приезжали, не нужны были, без рук, без ног. Вот он в другой район возил. И зимой, при 40-градусном морозе, что тогда было? Голод, холод. Все было для фронта, все на войну. Вот они, настоящие герои, которые предпочитают молчать о своих подвигах. Ведь вспоминать это так тяжело. Глаза их наполнены болью и одновременно радостью за великую победу. Несчастливое множество раз хочется сказать спасибо ветеранам за мир, за радость, за возможность жить.